До президентских выборов в России остается все меньше времени, и пока ЦИК не объявил, кто именно продолжит борьбу, все кандидаты ведут активную агитацию. Кто-то доформирует штаб и продумывает концепцию, кто-то, что называется, отправляется в народ и напрямую общается с потенциальным избирателем. Олег Шишкин продолжит. Информационное сопровождение выборов президента обойдется в 770 миллионов рублей. Такие цифры были сегодня обнародованы в ЦИКе. Учитывая, что в стране более 100 миллионов избирателей, сумма, по словам Эллы Памфиловой, оптимальная. В распространении буклетов и листовок, разъясняющих порядок голосования, помощь Центрсбиркому окажет Почта России. Главу ЦИКа журналисты попросили прокомментировать и предложение, привлечь к по квартирным обходам сотрудников многофункциональных центров по оказанию госуслуг. Мы, собственно говоря, очень скептически. Относимся к таким новациям, надо посмотреть внимательно, что это означает. Вот формирование у нас даже на первом этапе достаточно интенсивное идет, да, и мы будем его наращивать. Очень важно, чтобы оно не было навязчивым, не лезть в душу, грубо говоря, да. Объясните и все. А дальше пусть человек сам решает. Сегодня ЦИК зарегистрировал очередные списки доверенных лиц кандидатов в президенты. Интересно, что в число представителей кандидата от КПРФ Павла Грудинина вошел лидер Левого фронта Сергей Удальцов, отбывший срок колонии за организацию массовых беспорядков. Сейчас рекордсмен по количеству зарегистрированных доверенных лиц, лидер ЛДПР. У него 555 представителей из 600 возможных. Сам Владимир Жириновский сегодня посетил одну из московских нотариальных контор. В 90-е Жириновский выдвинул лозунг «Каждой женщине по мужику» и сегодня развил тему дальше. Если мужчина ушел из семьи, всегда ли он должен платить алименты? А он уже живет с другой женщиной и скоро родится ребенок. Может быть его освободить, если он еще становится отцом. Иначе мы его ловим, у него денег нет платить за первого ребенка и на второго. И вторая семья сыпется. Вот здесь есть прокол. В обычной семье мы за второго ребенка даем пособие, а в семье, когда мужчина другую семью создал, и он реально отец двух детей, мы ему ничего не даем. То есть удар по мужской части населения. Вы согласны со мной? Или вы как женщина на стороне женщин? Как нам здесь решать? Справедливость-то хорошо, но все это абстракция. А мы вот конкретно говорим. О своих проблемах все желающие могли сегодня заявить в общественную приемную Владимира Путина на Новом Арбате. Здесь же можно поделиться своим мнением по совершенствованию работы органов власти. Сегодня прием вела сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева. Студент Алексей Забелин предложил увеличить количество спортивных площадок в московских дворах. Вы, наверное, обращаетесь, потому что вы сами считаете, что велика доля тех, кто будет заниматься на этих спортивных площадках. Если брать район, в котором я живу, у нас количество молодежи, которая хочет заниматься, она велика. Да, но мест, к сожалению, для занятий зачастую очень мало. Мне тоже кажется, что сейчас вообще не изменилось. Мы, наверное, уже даже больше половины, я уверена, три четверки. И даже я смотрела опросы, выбирают какой-то активный образ жизни, активный образ жизни, очевидно, зная инфраструктура. Обращения граждан принимают и в избирательном штабе Владимира Путина в гостином дворе. На электронную почту поступило уже более тысячи писем со всей России. Часто задаваемые вопросы, это такие, как стать волонтером, самая распространенная тема, как стать доверенным лицом. И, в принципе, касательно работы всего избирательного штаба Владимира Путина, как здесь, в Москве, так и на территории регионов. Григория Явлинского сегодня встречали в Институте геотехники, инженерных изысканий в строительстве. Он зашел в институтский музей и архив, посетил лабораторию. Кандидат в президенты говорил о необходимости государственной поддержки науки. Следующая эра России должна быть эрой инженеров, изыскателей, интеллектуалов, научных работников. Именно они должны создавать будущее России. И прежде всего, это такие инженерные разработки, которые обеспечивают создание принципиально новой инфраструктуры в России. Борис Титов отправился в Тверскую область. В планах несколько лекций и посещение местной птицефабрики. Кандидату в президенты показали, как на берегу Волги предприниматели создают туристическую инфраструктуру. Некоторые ее элементы Титов опробовал на себе. Покатался на снегоходе, а затем пересел на собачью упряжку. Сегодня, слава богу, есть энтузиасты, предприниматели, которые вкладывают деньги. Но, наверное, это не самый прибыльный вид бизнеса. Деньги отбиваются в туризме долго, не быстро. Надо привлечь туристов. Надо вложить сначала деньги в инфраструктуру. В избирательной кампании участвуют 17 претендентов на пост президента. 15 представителей партий и двое самовыдвиженцев. Это Владимир Путин и тезка действующего президента. Владимир Михайлов, депутат Костромской областной думы и заслуженный изобретатель России. Накануне в Костроме открылся предвыборный штаб кандидатов в президенты. Необходимо собрать 300 тысяч подписей в его поддержку. Особое внимание нужно уделить тем регионам, где еще пока есть проблемы у нас по сбору подписей. Ну и кроме этого необходимо обучать сборщиков, чтобы подписи собирали в соответствии с действующим законодательством, чтобы не было нарушения. Подписные листы в ЦИКе ждут до 31 января. А к 10 февраля Центр избирком обязан представить окончательный список участников президентской гонки.